здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачко консультация ко мне часто обращаются с просьбой помогите снизить вес или помогите набрать вес мы уже пробовали много способов из интернета и получили тот результат который получили я вас прекрасно понимаю поэтому решил написать это видео и в нем вы узнаете как безопасно снижать вес и вылечить ожирение либо как набрать вес и вылечить аналексив как крайние стадии не самого простого для здоровья процесса и в этом видео вы узнаете два основных способа из тех 132 который опубликовал в одной из последних книги брошюр кофе рейш и алоэ вера и ваше здоровье также правда здесь есть 68 кофейных тестов которые определяют можно пить кофе или нельзя и в этом видео некоторые тесты вы тоже услышите ну и 347 советов диетолога не обещаю вам что все будут в этом видео книжка достаточно плотная по объему но кто хочет любить читать можете книжку заказать и так как готовить кофе правильно конечно же можете готовить чашки можете готовить термосе я советую вам готовить либо в турке джезве либо в такой кофеварке она готовит лучше чем бариста средней средней руки просто бариста очень сложно может скорректировать свой способ приготовления в зависимости от погодных условий а я с помощью этой кофеварки могу более того она мне еще и время экономит готовить кофе быстрее чем я раньше готовил в турке и так где готовить я уже выбрал где готовить вам я сказал а вы делаете свой выбор далее стоит выбор кофе если вам нужно снижать вес то вы можете выбрать кофе арабику либо рабусту это дело вашего вкуса данном случае кофе выбор кофе не имеет большого значения если вы хотите набрать вес то ваш выбор невелик только арабика степень измельчения максимально возможные чем более тонкий помол будет тем больше полезных веществ вы извлечете из кофе количество примерно чайная ложка вот на такую турочку объемом 400 миллилитров далее появляется первый секретный ингредиент диетолога часто говорят что сахар портит вкус кофе я бы сказал вкус дело наживное главное лечебное действие сахар всегда помогает из кофе и здесь максимальное количество биологически активных веществ в растворимом воде виде иначе вам придется готовить либо жиром кофе либо с алкогольными напитками чтобы получить тоже лечебное действие для того чтобы приготовить кофе для снижения веса достаточно вот такую буквально половинку чайной ложки для того чтобы приготовить кофе для набора веса я бы советовал вам на такую турочку две а то и три чайных ложки использую я немножко перестарался за год сбросил почти 20 килограмм решил немножечко набрать вес поэтому с сахаром я не поскромничал три чайных ложки при вас я положил дальше если вы хотите вес снижать то вам нужен еще один секретный ингредиент диетолога чтобы безопасно снижать вес как правило при избыточном весе присутствует гипертония я советую вам использовать вот этот компонент который есть у каждого на кухне это пищевая сода именно она добавление кофе делает ваш выбор правильным иными словами арабика либо рабуста не имеет значения какое содержание кофеина в кофейном зерне сода нейтрализует кофеин он напиток финальный не попадет но мне снижать вес не нужно я уже его снизил достаточно хорошо поэтому я использую другой секретный ингредиент который тоже раскрывает вкус кофе и увеличивает его биологическую ценность он тоже я думаю есть у вас на кухне это пищевая соль обычный натрий хлор количество ну буквально вы видите на кончике ложечки сюда добавил и в этом случае этот лечебный кофе будет оказывать больший эффект для набора веса далее конечно же нужна вода вода холодная просто заливаю советую вам воду очистить очищенную пить если вы уверены своем водопроводе можно пить прямо из водопровода вода попала далее что я делаю конечно же размешиваю и начинаю готовить нажать на кнопочку и жду примерно пять минут когда кофе в турке сварится будет готов его можно будет использовать для снижения веса либо для набора веса пока кофе готовится я вам расскажу особенности приема кофе для того чтобы снизить вес или набрать вес ну начну с того если вам нужно набрать вес в этом случае нужно правильно использовать советы диетолога опять-таки из этой книги тут много физиологии о том как кофе его биологически активные вещества действует на уровень здоровья человека если вам интересно конечно я вам это все цитировать не буду но для того чтобы набрать вес сумму биологически активных веществ напитки она вам нужно принимать всегда перед едой 5 10 15 минут до еды чашечка кофе количество я вам скажу если вам нужно снижать вес здесь есть несколько вариантов приема кофе по моей системе ссср который присутствует режим рацион питания последних две буквы r и три буквы с это разные виды физической деятельности иными словами смех спорт и занятия любовью они очень хорошо повышают обменные процессы помогают снижать вес безопасным способом но без отрыва от режима с рационом питания потому что все виды активной деятельности обеспечиваются тем питанием которые вы свой организм вели но если вы неправильно пьете кофе то вы можете нарушить и режим и рацион питания для того чтобы набрать вес нужно кофе всегда пить перед едой 5-10 максимум 15 минут если вам нужно снижать вес и вы используете то тогда вы кофе используете перед продуктами питания содержащими белки а именно мясо рыба яйца птица если эти продукты есть в приеме пищи то всегда за 10-15 минут до их приема вы пьете правильно приготовленный кофе если у вас аппетит появился и вы не хотите кушать и на место я понимаю вы хотите снизить калорийность рациона а кофеин из кофе помогает активировать обменные процессы увеличиваются энерготраты вы здесь вы можете приготовить кофе правильно так как я сказал при снижении веса а именно кофе небольшое количество сахара и обязательно пищевая сода тоже на кончике ложечки в этом случае вы пьете такой кофе алкалоид кофеин который есть он очень активно подавляет аппетит подавляет секрецию соков иными словами вы сможете сбережете от той соляной кислоты которая может там оказаться и если у вас в анамнезе язвенная болезнь двенадцатиперстные кишки хронический гастродонит то я бы советовал вам приготовить даже кофе с молоком кофе как приготовить я сейчас покажу и добавляете примерно треть цельного молока иными словами не обезжиренное молоко увеличивает биологическую ценность кофе немножечко увеличивает калорийность у вас практически продукт питания но все-таки немного увеличивает но не в такой мере чтобы набрать вес иными словами бы снижать вес будете продолжать и в этом случае вы получаете еще один дополнительный бонус вместо приема пищи вы выпили чашку кофе конечно если вы любите пить кофе то вы будете худеть с удовольствием если вы любите пить кофе вы будете и снижать вес с удовольствием в этом случае кофе очень хорошо помогает ну конечно более подробно о том как правильно питаться случае если вам уже набрать либо снизить вес более подробной информации чем я опубликовал в этой книге и и пока в интернете нет и купить невозможно к ним купить можно и это легко и просто сделать контакты вы в этом видите вы по ним можете легко обратиться также еще что важно использовать какие еще особенности нужно использовать про режим питания я уже сказал но режим питания и для снижения веса и для набора веса должен быть он будет свой если вы хотите снижать вес то режим питания будет 45 раз день именно такая частота приемов пищи нужно для того чтобы ваша печень могла спокойно пропустить окисленный холестерин и растворимые в нем канцерогены они прекрасно растворяются гербициды пестициды которые высыпали на поляне хорошо лежат жировой ткани при снижении веса если вы не активировали работу печени не могут оказаться совсем другом месте жировой ткани пролежали бы и стоит 200 лет если вы проживете и не вызовут у вас онкологии а если вы снижаете вес на режиме питания реже чем четыре раза в день и в каждом прием пищи у вас отсутствуют жиры об этом я уже наверно мозоли там натер на многих местах слушателям своего канала вас печень не работает как фильтр не очищает кровь от канцерогена вас резко повышается риск онкологии и необходимость купить мою книгу рак профилактика ранее диагностика поэтому чтобы вы этого не делали при снижении веса всегда режим питания 45 раз день для набора веса режим питания будет иной от пяти раз в день и более возможно при анорексии с не нарушена работа пищеварительной системы и усвоение больших объемов пищи будет затруднительно поэтому уменьшайте объем пищи увеличивайте частоту приемов пищи и каждый раз перед едой можно использовать правильно приготовленный кофе в этом случае кофе перед едой улучшает работу пищеварительной системы улучшает работу печени и вы пищу лучше перевариваете а ваша печень ее лучше перерабатывает и вы можете накопить дополнительную массу ну кофеварка уже кофе приготовила если вы со мной соревновались я думаю что вы кофе в турке все еще готовите а мой кофе уже готов далее как использовать этот кофе а очень просто для того чтобы не готовить кофе каждый раз перед приемом пищи я советую вам уже приготовленный кофе он тут великолепно приготовлен с пеночкой кто не верит посмотрите другие мои видео я эту пеночку часто показываю тут просто она не видна советую вам использовать любой удобный для вас термос вы кофе обязательно с осадком экстракция будет продолжаться и здесь кофе слили в термос закрыли крышечкой у вас порция кофе на один день уже готова что вы как использовать ее объем вот примерно такой то есть 50 80 100 миллилитров перед едой помогут вам легко снижать вес без осложнений 50 100 миллилитров 50 80 миллилитров при анорексии нужно меньше кофе перед едой помогут вам использовать правильно вашу пищеварительную систему чтобы набирать вес самым безопасным способом конечно это самый простой способ думаю что части зрителей моего канала он поможет если он вам не поможет не вопрос контакты вы видите вы можете получить больше информации заказав мою книгу кофе рейши алоэ вера и ваше здоровье можно и другие книги заказывать можно попробовать записаться на консультацию при наличии свободного времени я вам его уделю ну а на этой позитивной ноте это видео заканчивать с привычной подписчиком моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео посоветую вам поставьте на него лайк если вы еще не подписчик моего канала уверяю вас подпишитесь на нем много полезного видео как готовить правильно не только кофе но и чай китайский имбирный чай другие продукты питания многие делают ошибку стратегическую ошибку когда готовят кашу неправильно банальная овсяная каша вызывает пять процентов онкологии у людей кто не знает как ее правильно приготовить на моем канале такие видео есть и надеюсь что вы такие ошибки совершать не будете если вы не только посмотрите это видео но и будете эту информацию использовать на практике до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram не забывайте набирать кулинарный канал доктора скачко чтобы точно попали на мои видео и получали эту информацию для вашего здоровья и активного долголетия до новых встреч